Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии». С вами сегодня Ирина Чекунова, а в гостях у меня курсант Черноморского высшего военно-морского ордена красной звезды училища имени Павла Степановича Нахимова, Михаил Жавняк. Миша, добрый день. Каким образом начало 2022 года и вы вдруг в Твери, хотя должно быть в Севастополе? В первую очередь благодаря полковнику Пивницкому Игорю Марковичу, потому что он организовал эту встречу. Он организовал мой приезд сюда как выпускника учебного центра «Призыв», руководителем которого он является. Так как я сам родом из Твери, учился и вырос здесь, и только уже потом, после 11 класса, поступил в Севастополь, в Черноморское высшее военно-морское училище. И в формате традиционных встреч и, скажем, встреч воспоминаний мы приезжаем сюда, с Сергеем Марковичем проводим профориентационную работу, ездим по различным школам, учебным учреждениям, и стараемся привить молодежи патриотическое воспитание, патриотическое настроение и понимание самой судьбы и сущности военной службы. Кстати, как вам самому военная служба? Вы курсант третьего курса. Уже какая-то специфика началась вашей будущей работы на море? Конечно, уже вовсю занимаемся по специальности. Общая образовательная программа училища была пройдена на первых-вторых курсах, и в первую очередь сейчас мы работаем только по специальности и на диплом. Специальность ваша, скажу, для тех, кто не знает, это подводный спецназ практически, да? Это то, о чем, может быть, некоторые смотрят фильм «Морские дьяволы». Ну, много фильмов существует, потому что вас можно назвать морским котиком? По современным понятиям можно и так назвать. Можно и так назвать, да? Вы почему сами выбрали такую специальность? И как вы к этому готовились? Ну, первое, это по условиям выбора. С детства я мечтал попасть в подразделение специального назначения, и с каждым годом это желание все больше укреплялось. И когда я выбирал путь именно будущего спецназа, я выбрал свою специальность, потому что это самая лучшая возможность получить обширные знания во всех направлениях будущей службы, в отличие от тех же десантников, про них знают все, это очень громкое имя, быть десантником это очень престижно, и задачи выполняют они довольно сложные. В то же время все знают, что они с неба, на землю и в бой. Мы можем все то же самое, только мы можем с неба под воду, из-под воды в бой, и во всех трех стихиях чувствовать себя довольно уверенно и выполнять любые телекатные задачи. То есть если придется, то как и десантовый, с неба на землю и в бой, не обязательно в воду, да? Смотря какие условия боя будут, да? Все в зависимости от задачи. Даже задачи у моря не всегда решаются из-под воды или с ее поверхности. Много ли наших тверских ребят учатся вместе с вами, учатся в этом легендарном училище? В нашем училище тверских семь человек. Из них шесть являются выпускниками учебного центра «Призыв». Что такое за учебный центр «Призыв»? Что лично вам он дал? Лично мне, в первую очередь, уверенность в сдаче ИГ, уверенность в том, что я поступлю, потому что одному всегда идти тяжелее. Особенно в тот период подростковый, когда ты только заканчиваешь школу, ты не знаешь, что у тебя впереди, ты даже не имеешь представления о взрослой жизни. Игорь Маркович дает понимание дальнейшего пути, и он помогает раскрыть свои желания. Потому что где-то чаще всего мы в себе их давим. То есть по-настоящему человек хочет, допустим, попасть на мою специальность в спецназ, но он это просто боится. Он не признает себя в этом, но он боится. Выбирает что-то поспокойнее. Игорь Маркович дает возможность познакомиться с особенностями военной службы, с особенностями офицерской службы, ознакомиться в целом с программой образования в высшем военном учреждении, и тогда уже принять окончательно взвешенные решения. Миш, вы занимались спортом, да? Это вообще-то необходимо? Все-таки спецназ, такая подготовка должна быть страшной, кажется. Да, я очень много занимал спортом. С самого детства это самбо, потом армейский рукопашный бой. Это важно, да, вообще, иметь такие навыки для вашей специальности? Безусловно, это дает определенные преимущества, но все равно это все шлифуется, улучшается и тренируется каждым днем. А до поступления в училище с парашютом прыгали или только там первый раз? Нет, только теоретически. Готовился сам из-за свободных источников. А под воду? Тоже не ходил. Как вам, кстати, первое погружение под воду? Ведь это же ваши стихи получаются, да? Да. Ну, знаете, этот восторг даже не передать, потому что, когда спустился, естественно, было немножко страшно. Нет тех, кто не боится. Но когда спустился, и вот первые минуты две, когда понял, что я дышу, снаряжение прекрасно работает, и я знаю, что делать, потому что теоретически меня очень хорошо подготовили, я начал наслаждаться окружающим подводным миром. И это непередаваемое впечатление, когда ты сам впервые попадаешь, вокруг рыбки, солнце по-другому воспринимается, красота, цвета вообще другие. То есть даже сейчас, уже спустя многое количество спусков, все равно каждый спуск вызывает поднятие хорошего настроения, восторг. Мне просто нравится быть под водой. У вас на форуме есть отличительные знаки. Один из них за участие в дальнем походе, да, если я не ошибаюсь? Это обязательная практика в нашем училище. После второго курса мы идем на месяц в дальний поход. Чаще всего в обход Европы. Это производится для того, чтобы курсанты ознакомились с особенностями жизни на море, с особенностями самой службы на корабле, поскольку училище готовит не только подводный спецназ, но и надводных ракетчиков, подводных, тех, кто будет служить на кораблях, подводных лодках. И в первую очередь это принять для себя решение, хочешь ли ты вообще в море, нравится ли оно тебе, нравится ли тебе жить на корабле, потому что на самом деле военный корабль очень сильно отличается даже от тех же береговых построек. Там своя жизнь, свои условия и свои особенности замкнутого пространства. И спустя месяц в целом ты уже можешь себе точно принять решение, нравится тебе корабли, нравится тебе море, или все-таки стоит остаться на берегу. У вас не было морской болезни, не обнаружилось в этом дальнем походе? Нет, что удивительно, уже из многолетней практики водолазы не страдают морской болезнью. Нас отбирают по очень жестким критериям медицинского отбора. И в целом как-то мы приходим, все равно само звание, то, что ты боевой пловец, спецназовец, ты не хочешь позориться перед другими, даже если тебе немножко может плоховаться, все равно ты пытаешься это не показывать, бравируешь, и тем самым укрепляешь боевой дух своих товарищей, и тем самым вот так одним маленьким коллективом своим выдержитесь. Жизнь курсанта, она предполагает различные увлечения, хобби. Можно ли читать, можно ли заниматься спортом? Не только можно, но и нужно. Любое дополнительное образование, саморазвитие, конечно же, приветствуется. Потому что в первую очередь офицер, это не просто военный, который получил команду, выполняет. Он должен уметь думать, уметь руководить, быть значительным, воспитанным и грамотным. В моем случае я активно занимаюсь спортом. Состою в сборной по стрельбе училища. Но в то же время, такими хобби, как вот лично я рисую, в свободное время это помогает перевести мысли в порядок, помогает сосредоточиться на учебе. Просто ты занимаешься учебой, потом отвлекся на свое хобби, час, полтора, не больше, порисовал, мысли перевел в порядок, продолжаешь заниматься учебой с новыми силами. У вас есть желание какое-то уже выработалось, вернее, сформировалось? Где потом служить? На каком море ведь могут отправить? И на север? Это не принципиально. Там, где больше всего нуждается Родина, туда и пойдем. Ваше пожелание жителям, молодым жителям земли Верхневолжья. Почему нужно поступать? Почему не надо бояться поступать в высшее военное училище? Ну, в первую очередь, это для мужского пола. Мы все-таки ориентируемся больше на мужчин, мальчиков. Для них это возможность уникальная. Испытать себя и в то же время закалить характер, дух, быть настоящим мужчиной. Потому что, когда ты попадаешь в армию, у тебя не остается времени на сомнения, на какие-то размышления, так сказать, поломаться. Хочу этого, не хочу. Ты сделал свой выбор, ты должен за него отвечать. И армия очень быстро учит самостоятельность и ответственность. Во-вторых, вот если говорить именно про мою специальность, и такие специальности, которые все время должны работать непосредственно с противником, а не с разными техниками, с техникой или системами. Ну, это возможно быть на острие ножа. То есть все время ты в эпицентре событий, и каждый день ты знаешь, что то, чем ты занимаешься, необходима Родине. От этого зависит не только твоя личная успешность, но в то же время и интересы твоей страны. Я гордаю, что вы родом из Тверской земли, и что у вас такая в будущем замечательная, редкая профессия, которая служит на защиту нашей Родины. Уважаемые друзья, у меня в гостях был курсант Черноморского высшего военного ордена Красной Звезды училища имени Павла Степановича Нахимова, наш земляк Михаил Жавняк. Спасибо вам огромное. Спасибо. Удачи, здоровья. Надеюсь, встретиться с вами уже, когда вы будете лейтенантом, и как следует насладитесь морем. Спасибо, и вы не болейте, уважаемые друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok